Взгляд над Северным потоком нависла новая угроза. Л. Над Северным потоком нависла новая угроза. 7 февраля 2019 года, 21.10 фото Патрик Плилл слэш ДПА слэш ТАСС Текст, Ольга Самофолова Франция неожиданно оказалась в одной компании с Украиной и Польшей яростными противниками Северного потока-2. Париж якобы готов даже поссориться с Германией, но проголосовать в пятницу против российского проекта. Что за новое препятствие выросло на пути нашего газопровода? И сможет ли Газпром с ним справиться? Немецкое издание Саддэч Затанг уверяется ссылкой на источники, что Франция якобы намеренно выступит против Германии, проголосовав в эту пятницу против проекта Северный поток-2. «Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно причинят ущерб интересам таких стран ЕС, как Польша и Словакия», заявил источник во французском правительстве. Германия намерена во что бы то ни стала не допустить внесения поправок к газовой директиве, что будут обсуждать завтра. Правительству ФРГ уже удалось заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия, Греция, Кипр и Нидерланды, «Однако без Франции заблокировать принятие поправок будет теперь крайне сложно», уверяет немецкое издание. Почему Франция, которая до сих пор не встревала в спор вокруг Северного потока-2, длящейся уже не первый год, неожиданно высказалась на эту тему, да еще и оказалась противником российского газопровода? Неужели ряды ярых противников стали пополняться? Такое заявление Франции выглядит странным, поэтому мало похожим на правду. Во-первых, это не официальная позиция Парижа, а заявление источников СМИ. Во-вторых, в самой статье нет полной уверенности, что официально Франция проголосует все таки против российского газопровода. Позиция Парижа может поменяться, если к делу подключится сам Маркрон, говорится в публикации. В-третьих, Франция и Германия – это два главных европейских игрока, и их спор по столь важному вопросу крайне неконструктивен как для Европы, так и для самой Франции. Выглядит странно, что почти сразу после подписания Ахенского соглашения о сотрудничестве двух партнеров Париж сознательно идет на конфронтацию с Берлином из-за российского газопровода, который его вообще особо не интересовал. Все это может быть специальным вбросом перед голосованием, чтобы привлечь к нему внимание, заставить хотя бы немного понервничать Германию и Россию. С этой целью, например, в четверг в немецком издании Deutsche Welle было опубликовано обращение американских послов в Германии, Дании и в ЕС. В нем они с еще большим жаром пытаются убедить европейских партнеров ФРГ принять поправки к газовой директиве ЕС. Суть поправок в том, чтобы распространить действия третьего энергопакета ЕС на трубопроводы не только внутри Евросоюза, но и за его пределами, и контролировать газопроводы в нейтральных территориальных водах. Наша цель создать набор правил, который уравняет в правах наземные и подводные газопроводы. Теперь мы в ситуации, когда не видим никаких препятствий, чтобы достичь этого решения, заявил замглавы ЕК по делам энергетического союза Мороз Шевчевич, передает ТАСС. По его словам, процесс ужесточения газовой директивы ЕС может сдвинуться с места в феврале, благодаря тому, что в первом полугодии 2019 года в Совете ЕС поменяется председатель. Им станет Румыния. Дело в том, что в прошлом году уже была идея внести подобные поправки, но она провалилась. На самом деле, пятничное голосование не такое важное, как представляется в немецком издании. Никакого окончательного решения против «Северного потока-2» принято не будет. Скорее всего, оно будет вынесено, когда газопровод уже полностью будет построен, планируется к концу этого года. Сейчас речь идет о том, чтобы просто вынести на повестку дня вопрос «Надо ли снова пытаться внести поправки в третий энергопакет ЕС?» «Завтра все страны ответят на этот вопрос «надо или не надо», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В прошлом году все это уже проходило и тогда ответ был положительным на этом этапе. Но это в итоге было неважно. Потому что потом было долгое обсуждение, и в конце концов юридическая служба ЭК вышла и поставила точку. «Внутренние законы ЕС нельзя распространять на третьей страны, это противозаконно». В 2018 году ЕК неоднократно говорила, что распространение правил третьего энергопакета на морскую часть Северного потока-2 противоречит не только международному законодательству, но и Конвенции морского права ООН. И то, что ЕК теперь руководит Румыния, этот факт вряд ли изменит. Немцы будут отстаивать свою позицию в этом вопросе и защищать Северный поток-2. Уверен Юшков. Собственно, предыдущий провальный опыт делает новую попытку малоперспективной. Видимо, чтобы разогреть интерес к этой возне, и потребовалось внести интригу в историю в виде неожиданной позиции Франции. Распространение норм третьего энергопакета ЕС на морской газопровод Северный поток-2 это не только противозаконно, но еще и крайне невыгодно Газпрому и его европейским партнерам. Это затруднит Газпрому эксплуатацию морской трубы и сделает ее малорентабельной, говорит Юшков. В рамках третьего энергопакета ЕС Газпрому нельзя будет прокачивать все 55 миллиардов кубов газа, так как половину газопровода придется отдать неким третьим поставщикам. Газпром уже останутся мощности только на 27,5 миллиарда долларов. Также Газпром должен будет отказаться от управления трубой и передать ее в руки независимому оператору. Иными словами, Россия, которая вложила около 10 миллиардов евро в строительство Северного потока-2, должна будет просто так кому-то отдать свой заработок от экспорта и транзита. Более того, если поправки примут, то они могут распространяться также и на Северный поток-1, и даже могут затронуть Турецкий поток. Шансов таким образом навредить российским газопроводам немного. Во-первых, было уже заключение юридической службы ик на эту тему. Внутри ЕС они могли бы принять определенный запрет на реализацию этого проекта, но не сделали этого. Запретит путем вмешательства в международное законодательство и в морское право это намного более сложная схема, и она вряд ли сработает, считает Юшков. Аргументы французского источника и американских послов в европейских странах в пользу этих поправок тоже не раз звучали, поэтому не выглядят сильными. Они считают, что российский газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы и будет использован России как оружие. Аргументация хромает на протяжении всей критики Северного потока-2. По этому газопроводу не планируются новые объемы, по нему будут поставляться все те же объемы газа, что и сейчас идут, только через Украину. Сейчас что ли меньше зависимость от российского газа? От смены маршрута зависимость от российского газа не уменьшится и не увеличится, парирует Юшков. Американцы также пугают европейцев тем, что Россия может перекрыть им вентиль и прекратит продавать газ. С другой стороны, тем, что Россия на газе зарабатывает деньги на обучение троллей и провокаторов в интернете. Однако все прекрасно знают, что благодаря продаже газа и нефти живет вся страна и ее граждане. Доходы бюджета наполовину зависят от энергоресурсов. Поэтому газовая зависимость России и Европы обоюдовыгодна. Как Европа пропадет без российского газа, да и нефти, так и Россия без денег за энергоресурсы. Французский источник, настроенный против Северного потока-2, приводит в качестве аргумента еще и защиту интересов Польши и Словакии. Это тоже странно. Польша этот газопровод, наоборот, поможет, а Словакия уж точно не навредит, уверен Юшков. Польша, как ярый противник российского газопровода, просто выражает интересы США. Но в целом и Северный поток-1 и Северный поток-2 несут полякам дополнительный заработок. Уже сейчас Варшава скупает в Германии излишки газа, который приходит по Северному потоку-1. Однако поляки никуда его не перевозят, а оставляют немецким потребителям. Он идет в зачет того газа, который должен был прийти к немцам из России по газопроводу Ямал-Европа через Польшу. Часть этого газа поляки не прокачивают, а забирают себе и потребляют. Это крайне выгодная для них схема. Во-первых, излишки покупают в Германии по довольно невысоким ценам. Во-вторых, экономят на том, что не тратят денег за прокачку. Когда запустят Северный поток-2, Польша еще в большем масштабе сможет реализовывать эту выгодную схему, говорит Юшков. Кроме того, газотранспортная система Украины благодаря российской трубе разгрузится, и Польша сможет еще более свободно качать газ на Украину. Польша получит возможность гнать американские СПГ на Украину, как того желает Киев. Так что пострадать от Северного потока-2 у Польши никак не получится, разве что морально. Появление Словакии в этой истории вообще непонятно. Эта страна не участвовала в этом споре и никогда не жаловалась, что понятно Словакия не пострадает от российского проекта. Когда принимали решение и по Северному потоку, и по Северному потоку-2, то Газпром специально сделал маршрут доставки газа из Германии в австрийский Баумгартен. Это точка приема российского газа европейскими потребителями, прописанная в контрактах через Словакию. Хотя можно было и без нее обойтись. Но Словакию не оставили за бортом, так как есть контракт. Поэтому непонятно, от чего эта страна должна пострадать, говорит собеседник. Текст Ольга Самофолова Ольга Самофолова Текст